Русская классика Русская классика Русская классика Русская классика Доставлять нам, самарцам, удовольствие, страдать, смеяться, плакать. Самое главное – думать, размышлять. Одна из особенностей театра – то, что постановка спектакля, произведение, пьеса берется в основном из классики. И вот такое возвращение, ностальгическое программы, раннеперечитанные произведения, которые, так сказать, положены на исполнение живых ролей, но имеют такую хорошую свою особенность. И отрадно, что вот так на протяжении всех 25 лет театром избирается, и такая особая юбилейная программа сегодня «Высок Бабель». 20-летие было, насколько изменяет память, Лев Николаевич Толстой, Анна Каренина. То есть вот в каждую свою дату театр закладывает определенный смысл, наверное. Не просто прожитого, да, а свое настроение, свое чувство, которое испытывает артисты, в первую очередь главный художник и руководитель, именно в эпоху то, что происходит вне стен театра. Поэтому новых творческих постановок для нас, для самарцев, развитие театра, благополучие и успехов. Я тебе говорила, чтобы ты не читал постановок за свечкой. Ты хочешь спалить дом и ослепнуть? Скоро светло, да ты все читаешь. Что это за мишка? Это не учебник. Мама, ты держи книгу вверх ногами. Не груби, материк. Я даю тебе образование не для того, чтобы ты потом презирал свою неученую мать. Никого я не презираю. Тема очень интересная и бабель интересная. И все то, что я предполагала, сбылось и даже в вашей очень высокая работа труппы театра. Великолепная актера, великолепная постановка. В общем, все, что я задумала, все исполнилось. Если этой ваксой начистить сапоги, то они никогда не промокнут. Можно бросить их в воду, они не промокнут. Это вакса для моряков, для морских путешествий. Дед хочет продать эту вакцию, но никто не покупает. Потому что люди еще не поняли, в чем ее польза. А когда поймут, не хватит всем, потому что выстроится такая большая очередь. Всегда сравниваешь 20 лет в жизни, такие даты, как жизнь человека. 25, это, наверное, уже ты должен что-то уметь, определенно достигнуть. То есть у тебя должна быть уже не только путеводная звезда, а уже специальность, профессия. И, наверное, как раз театр профессионально уже выполняет свою роль, свою миссию. То есть это не студия, хотя студийная форма, это не кружок, что, так сказать, первоначально начали. Это профессиональное сообщество, профессиональный театр, профессиональные артисты. И очень отрадую, что большую часть, которую представляют артисты, выпускники наших, кстати, вузов Казани, Саратова. В жизни города, так скажем, это начало большого пути, если в рамках эпохальных событий. Ну вот, наверное, в рамках профессионализма, как раз 25 лет, это уже такой определенный экзамен профессионального становления. Вы только их не продавайте, я их через три дня выкуплю. Часы – это вещь. Никто не спорит. А где ты найдешь деньги через три дня? Я интересуюсь это знать. Мне нужно будет внести плату господину Загурскому. Мне родители дадут денег. Ты скрипаешь? Не то что. Ясно. А господину Загурскому оставишь в нос? Я уже три месяца не хожу к нему на занятие, а тем не хватит. Смышленый сынок, родители твоих родителей. Хорошо. Вот тебе билет. Через три дня принесешь деньги. Ну вот я смотрела Петербургский театр «Суббота». У них был спектакль, очень интересно поставлен. Он был по рассказам Бумина. Смышленый сынок хороший, но он очень сложно воспринимался, потому что там надерганы кусочки отдельные, и надо их связать самому. Но все равно мы спектакль очень хорошо играли, хорошо актеры играли, хорошо зал принимался, стоял, много аплодировал. Второй спектакль я смотрела от Казанского театра по Пушкину выставил. Великолепно сделала спектакль «Потрясающий хвост». Очень хороший. Вот я смотрела буквально всю минуту. Это спектакль театра в Милосевском-Петербургском, спектакль по Достоевскому. Это тоже высокий класс всех спектаклей, которые здесь привезены на фестивали. Потому что, я так думаю, наверное, спектакли посредственно не стали бы привозить, потому что город театральный, зрители ходят постоянно в театр, и поэтому спектакли такого высокого уровня были собраны просто как конъекционный спектакль. Очень хороший, очень хороший печатленный фестиваль. Спасибо, конечно, Сан-Борису Руберну, которая все вот это вот делала. И приятно в зале, и приятно смотреть работы людей, которые работают совершенно в разных жанрах. Спектакли все совершенно разные. Это классика, но она не выстроена одинаково в каждом театре. Режиссер выстроил по своему. И тем интересен на фестивале. Ничего. Главное, выдохнуть весь воздух, чуть-чуть потерпеть, и захлебнешься. Сыночек? Сыночек? Сыночек! Господи! Да Господи, с тобой! Господи, Боже, смотри, ты тут смеешь! Сыняли! Сыняли! Ты, 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 ты. Дитя, дитя хочет от вас забиться. Вот ты, что? Ну, что? Я пойду принять костерку, чтобы мне было что принесли твою могилу. Вы молчите, папа. Прошу тишины, Боря. Я имею право выспаться в собственную маме. Я, если честно, случайник сюда попал. Вот, я первый раз вообще каменный сценик. Мне очень понравилось, как говорил дед. Вот дед и дядя Лев, или Лев, хоть его зовут, они прям реально круто отыграли. Мне понравилась очень живость актеров. Я чувствовала, что они живые, что они очень близко ко мне, и они так натурально обживались в роли, что мне было это приятно. Было очень интересно смотреть. Было достаточно много драматических сцен, которые повлияли на меня эмоционально. Я переживала за актеров, переживала за сюжет. Мне было интересно его смотреть, и хотелось узнать развязку. Ближе. Еще ближе. Какой гарнерсенький. Сколько вам лет, молодой человек? А хотите? Хотите яблоко? А конфет? Конфет хотите? Должно быть, вы любите конфеты. После спектакля началась церемония награждения. Лучшая женская роль – роль Лизы в спектакле по Достоевскому «Вечный муж» Петербургского театра на Васильевском. Лучшие мужские роли достались актерам казанского «Тюза» и московского драмтеатра «Апорте» за роль Обломова и Сильвио соответственно. Интрига фестиваля – это лучший спектакль фестиваля. «Вечный муж» Достоевский. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!